Российский WiMAX по перспективам будущее по имени Yota, а по технологиям Samsung. Корейская компания представила первый в России мини-ноутбук со встроенным модулем WiMAX. Процессор Intel с частотой 1,6 ГГц, гигабайт оперативной памяти, 160 гигабайт диск. Мы попросили директора по маркетингу Samsung Electronics России господина Санг Хунглима рассказать, какие надежды производитель связывает с этой новинкой. В этом году мы ожидаем увеличение рынка PC на 5-10%, но рынок мини-ноутбуков увеличится в еще больших размерах от 10 до 20%. Это означает, что темпы роста рынка мини-ноутбуков гораздо выше, чем ноутбуков в целом в России. Ноутбук создан совместно с компанией Scartel. Развитие сети WiMAX – это одно из основных направлений деятельности Samsung в России. Мы попросили рассказать о других перспективах сотрудничества с российским брендом Yota. Мы работаем с компанией Scartel уже порядка трех лет. Мы запустили рынок WiMAX в течение последних двух лет в России. Помимо нетбука, который мы представляли сейчас, мы запустили модем с поддержкой WiMAX. И во второй половине этого года мы планируем выпустить телефон с поддержкой WiMAX. Основу будет WiMAX Fuji технология. Помимо устройств с поддержкой WiMAX мы также развиваем саму эту сеть. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга расширяемся и идем в офис Сочи. Есть планы по расширению из других городов и созданию там сети. Ониrerёт более чем �а 쪽 в США вlläiums, степь по степь.